Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня долгожданное для многих людей видео, обещанное мной уже давно, о лечебных свойствах мухомора. Да, в природе все высшие бездиальные грибы имеют лечебные лекарственные свойства, благодаря своим веществам, фитоцидам, полисахаридам и другим, которые содержат тот или иной гриб. О чем же сегодня вы узнаете из данного видео? Оно действительно уникально, кого-то даже повергнет в шок. Кто-то, разумеется, не поверит, скажет, что все это глупости. Однако, скоро я зачитаю вам письмо одного человека-отца из города Петрозаводск, который таким образом, а я скажу, каким вылечил свою дочь от рака четвертой стадии, которая уже умирала, но осталась жива. А для заинтересованности, для зацепки, что называется, послушайте крошечный отрывок из этого письма. Провели химиотерапию, облучение. Я не вылезал из кабинетов онкологов, а становилось все хуже и хуже. Она исхудала, весила уже 38 килограмм, умирала просто на глазах. В отчаянии я стал хвататься за любую соломинку. Это я, человек с высшим образованием, который всегда свято верил в официальную медицину и все остальные методы целительства считал шарлатанством. Ну а теперь, тем более, слушайте внимательно. Здесь каждое слово золото, а для кого-то спасение. А далее, мои советы, предупреждения, пару слов о маркерном курсе. А потом, в двух словах, как образуется рак, причины образования рака. Я посоветую мои лекции для более полного, детального понимания этих вопросов. Тем не менее, о причинах пару слов скажу. И главное, о защите и профилактике. То есть для тех людей, у кого еще, слава богу, нет онкологии. Но она ведь в последние десятилетия только молодеет и ускоряется. И причин на то объективных совершенно много. Так вот, как защитить себя от онкологии по максимуму, насколько это только возможно? Итак, все по порядку. Видео настолько уникальное, что я уже в начале лекции настоятельно рекомендую посмотреть все до самого конца. Обязательно переслать своим знакомым, друзьям, близким. Поделитесь, попросите их распространить это видео. Ведь это все для нашего с вами общего, человеческого, народного, индивидуального блага. Пару слов в начале. Наперед скажу, что, конечно, онкология дело очень серьезное. Здесь нужно всесторонне все взвесить, пройти официальные полные всесторонние исследования. То есть анализы, онкомаркеры, КТ, МРТ и прочие исследования, если это необходимо. Пройти с врачом-онкологом после всех анализов, исследований. Или с консилиумом врачей. Всестороннюю консультацию. Чтобы потом решить, что же делать наиболее рационально. Это ваша жизнь и выбор должен быть за конкретным человеком. Меня уже многие годы спрашивают, а как насчет мухомора? Ну, когда я говорил о тех или иных других лечебных грибах. Веселки, шитаки, мейтаки и так далее. Так вот, при онкологии, различной совершенно онкологии, мухоморная настойка прекрасно себя зарекомендовала. Но как панацея для всех людей, при всех видах рака ее расценивать нельзя. Есть методики более системные, комплексные. Там общий процент выздоровления, разумеется, выше. Однако в науке фунготерапии накоплено огромное количество свидетельств, огромное количество писем о лечебных свойствах мухомора, в том числе и то, которое я вам сейчас зачитаю. Я давно искал, уже несколько лет потерял когда-то это письмо. И вот я его нашел. И то, что я уже несколько лет обещал в своих видео, наконец-то выполняю. Итак, письмо, потом моя аналитика по этому письму. Пишет Михаил Иосифович из Петрозаводска. Это столица Карелии, кто не знал. Бывал я там много раз, очень много там интересных людей, прекрасная природа вокруг, много исторических, культурных, интересных объектов. Но вот в данном случае такая тема. Итак, рак не щадит никого. Мою дочь эта болезнь настигла в 21 год. Злокачественная лимфома средостения. Такой диагноз поставили молодой цветущей девушке. Почему? За что? Передать наше горе и отчаяние невозможно. Конечно же, начали консультироваться у профессоров. Провели химиотерапию, облучение. Я не вылезал из кабинетов онкологов. А становилось все хуже и хуже. Она исхудала. Весила уже 38 килограмм. Умирала просто на глазах. В отчаянии я стал хвататься за любую соломинку. Это я, человек с высшим образованием, который всегда свято верил в официальную медицину. И все остальные методы целительства считал шарлатанством. Съездил к старушке-знахарке в Белоруссию. Привез сбор противораковой. Это травы. Болиголов. Ястребинка волосатая. Шалфей полевой. Пион уклоняющийся. Начали пить. Кстати, на всем протяжении болезни дочка пила этот сбор. Выпили два мешка. И настойку мухомора. Вы не представляете, какой напор я выдержал, забирая дочку из клиники. Меня обзывали идиотом. Кричали, что я угроблю своего ребенка. Я тоже чувствовал себя почти убийцей. Но был уверен, что они там доведут девочку до смерти еще раньше. Мухомор мы стали пить не каплями, как везде пишется, а начали сразу с половины чайной ложки. От себя скажу, что это в десятки раз больше, чем вообще-то положено и назначают опытные фитофунготерапевты. Потом по чайной ложке два раза в день выпила одна три трехлитровых банки. Ну, за весь курс. Сейчас от болезни не осталось и следа. Дочка выздоровела. И это заверено всеми справками из того же онкологического центра в Петрозаводске. И об этом знает весь город. Кстати, уважаемые зрители из Петрозаводска, напишите в подтверждение. Ну, кто знает эту историю, поспрашивайте у своих знакомых в городе. Напишите под этим видео об этом, пожалуйста. Не поленитесь. Итак, мухомор спас мою дочь. Сейчас она вышла замуж, живет в Германии. В Германии, конечно, жалко, что не жилось в России, на родине своей. Это меня всегда, конечно, очень тревожит, когда я это пишу. Ну, ладно, тема другая. И подпись L, фамилия L, Михаил Иосифович, город Петрозаводск. Дорогие друзья, сразу хочу сказать. Не надо при онкологии сразу пить мухоморную настойку. Есть гораздо более широкого спектра сильные грибные препараты. Это, например, известно абсолютно точно науке фунготерапии, которая изучает лечебные свойства высших бездельных грибов, что, например, на 10-й день от начала приемки препараты из гриба веселки останавливается рост раковых клеток. Разумеется, у роста раковых клеток несколько причин. Их нельзя питать энергией. Посмотрите мое видео «Сахар и рак». Непременно посмотрите мое видео «Общие принципы лечения онкологии», самое главное. Посмотрите вот это мое самое последнее видео на эту тему. «Надежное лечение онкологии. Древние рецепты». Непременно в этом видео или в моем видео о раке груди почитайте из самых последних недавних случаев исцеления полного, медицински заверенного от онкологии благодаря моим методам. Подчеркиваю, комплексным методом, когда не только о какой-то волшебной пилюле или растении или грибе речь идет, а о том, что человек изменил питание, образ жизни. Он стал принимать очень важные биологически активные добавки, натуральные, которые содержат в своем составе концентрированные питательные вещества, которых не хватает в нашей современной жизни, поскольку почвы давно уже бедны и не содержат те вещества, которые по таблицам были когда-то изучены, выписаны и зафиксированы. Только при системном подходе можно добиться близкого к стопроцентному возможному излечению. Разумеется, необходимы и официальные медицинские меры, если они разумны, логичны, если вы в общении с врачом поймете, что действительно это не для того, чтобы вот просто для галочки, потому что так положено, врач что-то вам говорит, а опытный специалист как родному, как себе, вот как в свое время делал академик Федор Григорьевич Углов. Конечно, таких врачей сейчас мало, и не только по профессионализму, но и по человеческим характеристикам. Все-таки время другое у нас сейчас. Однако все-таки надо искать, и нужно проанализировать все перед тем, как принять правильное решение, понимаете? Вот о чем я всегда говорю и к чему призываю. И, конечно же, существует маркерный так называемый курс лечения онкологии, когда за три месяца все тенденции можно понять. То есть все исследования анализа сопоставляются, которые взяты до начала лечения, и в завершении этого курса месяца через два с половиной от его начала пройти те же самые исследования, анализы и посмотреть тенденцию. Тогда уже выбирается программа более точечная, индивидуальная, и лечение продолжается. Иногда с официальным медицинским лечением грибная терапия абсолютно не только совместима, но и дополняет и усиливает официально. Более того, ведь есть грибные препараты, грибы, да, применяя которые вы, например, проходя химию или лучевую терапию, не убьете свой иммунитет, как бывает всегда практически без исключения, если не применять такие меры. Но при этом еще и химиотерапия будет более эффективной. Подробнее об этом я говорил и приводил конкретный пример, очень показательный в моем видео «Общие принципы лечения онкологии». Ссылки на эти видео будут в описании под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Ну а теперь я расскажу рецепт для самостоятельного приготовления настойки мухомора, кто захочет. Другой вариант, то есть получение уже готовой настойки мухоморной. Ну и про очень интересный момент в завершении. Итак, собираются шляпки красного мухомора. На один стакан измельченных шляпок мухомора берется пол-литра водки, настаивается при комнатной температуре, но в темноте, в стеклянной посуде, 10-12 дней процеживается и пьется таким образом. Начинается с 5 капель в день, на какое-то количество воды, это уже не так важно. Доводится в течение 10 дней до 30-40 капель, кто как уже, смотрите. Потом делается 10-дневный перерыв и начинается заново курс. Но, правда, люди, как вы видите, и таких случаев очень много, начинали с больших доз, кто с чайной ложки, а кто даже со столовой. Лучше, конечно, так не делать, начать с малых, проверять, увеличивая дозировки тогда, как вы их переносите лично, и тогда уже, кто считает это возможным для себя, увеличивать это количество приема. Я лично против алкогольных любых изделий, но если это воспринимать исключительно как лекарство и относиться как к противной, но необходимой микстуре, то вполне возможно. Хотя, еще раз говорю, есть более сильные комплексные меры. Это маркерный курс. Это то, о чем я говорил в моем последнем видео про онкологию, вот в этом. Про уникальное действующее вещество полисахарид лентинант гриби шитаки, которое, а это всего лишь один из трех основных грибов маркерного курса. Ну, а когда есть у человека, не дай бог, те или иные формы рака, тем более, если запущенный, там добавляется еще и четвертый гриб агарик, а если химио-лучевая терапия добавляется санхвантрометас, впрочем, об этом, обо всем я рассказывал подробно в моей лекции «Общие принципы лечения онкологии». И пока еще желающим доступна моя индивидуальная консультация под каждым моим видео. В самом низу, в описании всегда есть этот раздел «Индивидуальная консультация», и нажав, можете попасть на страничку «Почитать условия». Это, пожалуйста, кто захочет. Теперь, если вы не хотите делать самостоятельно мухоморную настойку, ну, вдруг не тот вид мухомора соберете или еще что, пожалуйста, можете воспользоваться такими возможностями нашего сайта. На нашем сайте надгар.ру есть настойка мухомора, пожалуйста, посчитайте, берите себе с запасом необходимое количество, благо, цена там копеечная на мухоморную настойку. Но все же еще раз, посмотрите непременно те видео, о которых я уже говорил про онкологию, все подробно объяснял. Полный список этих лекций будет под этим видео. Изучите все, посоветуйтесь с лечащим, хорошим врачом, понимающим, знающим, небезразличным человеком, найти таких все-таки можно, хотя и не просто. И уже обладая всей информацией, принимайте взвешенное правильное решение. В начале видео я обещал рассказать о причинах рака. Не знаю, правильно ли я пообещал. Дело в том, что у меня было уже много видео на канале, в которых я подробно это все пояснил. Да, конечно, не в одном видео, да и невозможно в одном сказать. Но попытаюсь сейчас кратко. Дело в том, что если отбросить объективные факторы, такие как радиация, накопление в организме тяжелых металлов, если отбросить факторы канцерогенные, факторы трансжиров, таких как маргарин и тому подобное, то остается очень важный, недооцененный людьми. Фактор это неадекватное питание. Дело в том, что в результате потребления высокомолекулярных белков, сложно перевариваемых, в первую очередь это мясо, и, конечно, другие белки животного происхождения, в результате реакции антигена антитела образуются гнойные токсины и трупные яды, этакодаверин, путрисцин и прочие продукты распада белка, которые являются для организма человекоканцерогенами и факторами мутагенными. Так же, как, к примеру, при жарке мяса образуются гетроциклические амины, о чем я уже говорил, нитрозоамины, которые также являются канцерогенными веществами. А тем более, сколько сахара и сахаросодержащих продуктов люди теперь в наши дни едят. А ведь это тоже онкогенный фактор, поскольку сахар именно является главным топливом для раковых клеток, у которых обменные процессы гораздо быстрее идут, и делятся они быстрее эти клетки, чем любые другие здоровые клетки наших органов и тканей. А для этого ускоренного метаболизма им необходима быстрая энергия за счет гликолиза и циклокрепса, то есть за счет потребления глюкозы и фруктозы. Посмотрите вот это мое видео «Сахар и рак». Обязательно посмотрите вот это видео «Общие принципы лечения онкологии». Разумеется, лет 30-40 назад многих факторов просто не было и в помине. Например, так называемый электромагнитный смог. Вот некоторые чудаки думают, что это все глупости, а радиация это глупости. Ведь ее тоже не видно, не слышно, она на ощупь или на осязание неощутима. Но она есть, и как бы люди не хорохорились, это научно признанный факт и причина онкологии. То же самое и в ЧСВЧ излучения. Абсолютно тоже канцерогенные онкогенные факторы. И об этом есть огромное количество доказательной базы, неопровержимой на 100% из 100. Об этом у меня на канале есть ряд видео. Например, вот эти три последние. Посмотрите, кто захочет разобраться подробнее после просмотра видео, под каждым видео есть ссылки. Так вот, таких факторов и им подобных не было 20, 30, 40, тем более там, скажем, 100 лет назад. Поэтому поколения те были здоровее. И те поколения, даже при неадекватном питании, ни видовом, ни человеческом, могли люди и жили дольше. Болезни наступали позже, а теперь раньше. Рак в том числе молодеет. Есть страны, отдельные города индустриальные. И у нас в стране, и во всех странах мира, где каждый третий житель уже имеет ту или иную форму рака. Об этом у меня также было видео про то, что почему рак молодеет. На все поймите, есть объективные причины. И закрывать глаза, и взорвать голову в песок, как страус, грубо говоря, здесь глупо, по крайней мере. Есть пословица, врага надо знать в лицо. И еще одна, хочешь мира, готовься к войне. Так вот, в этой связи есть третья пословица для разумных людей. Предупрежден, вооружен. Надо не отмахиваться от объективных факторов, а просто им противостоять сознанием дела. И многое в жизни мы даже в современной можем изменить. Не нужно так говорить, что ж тогда делать, тогда вообще не жить, что ли, или жить тогда вредно. Но вот эти глупости, когда люди пытаются отмахнуться от проблем, лишь бы не решать их. Очень многое зависит от нас. Можно многому противостоять. И вот эти мои видео, вот те, которые я дам по ссылкам, под этим видео, которое вы сейчас смотрите, дадут ответы на эти вопросы. Просто надо не полениться, потратить несколько часов времени, внимательно прослушать, законспектировать, выписав все основные тезисы, причинно-следственные связи, и учесть их в жизни, и принять все. Ну а теперь в завершении, что обещал. Вот смотрите. Была у меня лекция грипп-шитаки. Там я подробно описывал механизм, как происходит каждый день у каждого человека уничтожение раковых клеток благодаря специфическому воздействию полисахарида лентинана на наши некоторые иммунные клетки специфические, которые вырабатывают большее количество, чем раньше вот этого фермента перфорина. Напомню, что именно с помощью этого фермента разрушаются раковые клетки, но с возрастом этого фермента становится все меньше и меньше, естественно, путем. А вот полисахарид лентинан запускает иммунную систему как бы на борьбу с раком, как это было бы когда-то, скажем, в молодости, когда иммунная система крепче. Так вот это главное его действие, хотя не единственное. И в последнем своем видео я подробнее объяснял. А сейчас я вам скажу еще один важный фактор, вернее, свойство грибов-шитаки. И вот именно водорастворимая форма препарата грибы-шитаки, вот этого, выполняет еще одну важную функцию. Она выводит из организма нитрозоамины, нитриты и нитраты. Дело в том, что есть такая водорастворимая аминокислота TSA. По-другому это специфическое вещество называется тиопролин. Это очень мощный естественный антиоксидант. А как известно, такие мощные канцерогены, как нитрозоамины, гетероциклические амины и вообще нитраты различного рода тесно связаны с такими, например, видами рака, как рак желудка и другими очень серьезными заболеваниями. Поэтому это важно тоже учесть. А помните, от чего образуются нитрозоамины, гетероциклические амины в больших количествах? От жареного мяса в первую очередь. Но, впрочем, кто не в теме, посмотрите мои такие видео, как, например, видео с провокационным названием «Мясо надо есть», «Раздельное питание», видео «Клыки» и видео «Старое мое 9 причин болезней». Если хотите разобраться. Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Жду ваши комментарии под этим видео. Делитесь с другими людьми этим видео. Ссылочку перекидывайте. С рекомендацией обязательно посмотреть вот это мое видео и другое. Помогите мне в распространении моих видео. И тем самым вы поможете и себе, и вашим близким. Это взаимная выгода наша с вами в глобальном плане, в плане оздоровления населения. И чтобы у наших детей и внуков было будущее. Имеется в виду светлое будущее. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.